Маша, добро пожаловать домой, в Москву, можно сказать. Но вы приезд в Россию начали достаточно опасно. Я видела пельмени, борщ. Да, я приземлилась поздно вчера, и сразу что хотела сделать, это покушать, конечно, на родине. Сразу все заказала, и салат, и любье, и борщ, и пельмени. Ну, конечно, с подругой поделилась, но много чего сама съела. Вы же отменный кулинар, мы все следим за вашими социальными сетями. Спасибо. Можете дома такое приготовить? Ну, борщ еще, так я бы сказала, смогу, но пельмени нет. С тестом у меня еще большая проблема. Но есть к чему стремиться. Да, конечно, да. Вы сейчас только тренируетесь, понятно, что у вас график сумасшедший, есть и теннис, и корт, есть и ваша, скажем так, общественно-социальная жизнь. Скажите, как это вы сейчас все совмещаете? Мне кажется, вы в последний раз только тренировались, будучи ребенком. Да, ну, у меня, конечно, тренировки начались более физически уже, вот, в январе. Ну, конечно, мне надо было прилететь в Европу на пару дней и на денек в Москву. А после этого у меня просто на базе буду тренироваться и буду готовиться к апрелю. Ну, конечно, хочется сыграть хорошо, но как бы просто вернуться. И почувствовать, что это такое играть перед фанатами, перед людьми, перед... Ну, это всю жизнь была моя сцена, и быть на этой сцене опять, и показывать свою игру, и показывать свой теннис, это... Я соскучилась об этом. Совсем скоро будет важное событие. Ваша книга выходит в свет, автобиографию вашу, мы ее все ждем, естественно. Спасибо. Сложно ли было открывать себя? Не только себя, но и семью, и как бы обстановку, и детство, и весь этот теннисный процесс. Это все очень легко забывается, как процесс с Россией, переехать в Америку, и какие у меня были чувства. И я много времени проводила и с родителями, и с бабушкой, и с дедушкой. И я обсуждала эту тему, как бы задавала очень много вопросов. Ну, я еще саму книгу еще не закончила, я над ней работаю, у меня еще два месяца, чтобы дойти до конца, но будет в сентябре. Вы сегодня представляете уже свой шоколад, шоколад, расскажите, каким образом вообще... Про конфеты понятно, тут можно про одежду понятно, допустим, можно эскизы рисовать. А как изобретать и делать шоколад? Вы все это пробуете, да? Я иногда сама не знаю, но процесс сам был очень интересный. Я выпустила свою марку конфет Шугарпова 4 года назад, я даже думаю, что вы были на этой выставке. И вот в прошлом году мы выпустили шоколад в Америке. Он очень вкусный. Спасибо. И вы тоже пробовали. И вот, наконец-то, я приехала в Москву, чтобы выпустить шоколад в России. Много месяцев я ездила по разным фабрикам, я выбирала разные рецепты, я все сама пробовала. Я думаю, что это всем понравится, пробовать разный шоколад и выбирать по вкусу, что будет производить и кому что понравится. Все-таки в завершение хочется спросить про такую человеческую жизнь. Спорт, он у вас есть, он всегда у вас. Но, тем не менее, вы в первый раз чуть ли не в своей жизни осознанно провели Новый год не на теннисном корте, а с друзьями на Гавайях. Почувствовали себя человеком. Хотели, да, все-таки тоже прикоснуться к этой нормальной жизни? Мне просто было спокойно провести разные праздники с семьей, с друзьями. Это, можно сказать, ничего особенного, потому что это всегда происходит для всех. Но у меня просто этого не было очень много времени. Я проводила в Австралии, подготавливалась на следующий матч в Брисбене на Новый год. В этом году я даже не знала, как это его праздновать. Что это такое? Что делать? С кем его проводить? Но все-таки, да, я следила на Гавайях, провела с моими лучшими друзьями и отдыхала, да, и подготавливалась, и уже думала о следующем году. Я даже не знаю, как я сама себя буду чувствовать, но я это сама хотела. Я хотела сама вернуться, я хотела встать на эту сцену и посмотреть, как я смогу сыграть. То есть занятия боксом все-таки зря не прошли? Я надеюсь, что нет, но увидим. Спасибо, Маша, вам большое. Спасибо. Мы желаем удачи, очень ждем вас на код. Спасибо.